В Запорожской областной больнице прооперировали 7-летнего Михаила из Марьинки. Парень получил ранение во время обстрела 26 августа. Вот 11-летний Николай, который подорвался на боеприпасе в Володарском на два дня раньше, до сих пор в тяжелом состоянии. Раненых ребят проведали наши корреспонденты. 7-летний Миша недавно перенес операцию. Из головы парня врачи извлекли сантиметровый осколок. Ребенок получил ранение в конце августа во время обстрела Марьинки. Я не знаю, какой снаряд пролетал, упал у соседа во дворе. Осколок упал в голову. Спасали Михаила сначала хирурги Курахова, затем парня доставили к специалистам в Запорожскую больницу. Нейрохирурги прооперировали его, удалили осколок, который повредил кости черепа, но не повредил мозговые оболочки. Его здоровью в настоящий момент ничего не угрожает. Денег на лечение и реабилитацию у бедной семьи не было. Мать парня обратилась за помощью к благотворителям. Обратились в больницу, направились сюда. Ренат Ахметов помог оплатить операцию, лекарства все оплатить. Врачи говорят, что главное для Миши сейчас – укрепить иммунитет. Парень сможет вернуться к привычной жизни уже через несколько недель. Оскільки после операции дитина очень слабкий, иммунитет надслабкий. И для того, чтобы дитина боролась с вирусами, для того, чтобы иммунитет смягнулся, мы закупили все необходимые препараты. В будущем мы будем поддерживать эту семью столько, сколько будет необходимо. В той же больнице Запорожья, где восстанавливает силы Миша, спасают 11-летнего Николая, который с товарищами пострадал при взрыве боеприпаса в Володарском. Четверо ребят нашли взрывоопасный предмет на полигоне и решили его разобрать. Николаю пришлось частично ампутировать ноги и руку. Его состояние остается тяжелым. Всех раненых детей взял под опеку гуманитарный штаб Рената Ахметова. В август месяц это был месяц, за который в штаб Рената Ахметова зашло самое большое количество обращений от тяжело раненых детей. Еще никогда в месяц у нас не было такого количества звонков на горячую линию. 9 раненых детей. Штаб Рената Ахметова и его учредитель будет делать все для того, чтобы оказывать помощь этим детям не только в лечении, но и в дальнейшей реабилитации. За год работы гуманитарного штаба по поддержку в лечении получили около 100 раненых детей по обе стороны линии соприкосновения. Юлия Меншакирова, Галина Знаменская, Владимир Конопля, Телеканал Донбасс.